у нас большой переезд мы переезжаем новую квартиру и сегодня я вам покажу как осуществляет переезд турции не обращайте внимание на мой внешний вид потому что последние два дня мы собирались разбирались а сегодня из одной квартиры перевезли вещи другую квартиру точнее перевозим но сейчас вам все покажу приехал наш грузовик вот в этом грузовике находятся все наши вещи из старой квартиры и с помощью вот такого лифта сейчас вот на эту металлическую платформу будут выгружать наши вещи и загружать квартиру заносить квартиру через балкон на первом этаже обычно такие лифты используют для того чтобы вещи поднимать наверх сначала будут поднимать на второй этаж ребята сейчас его правильно поставят очень удобная система потому что все вещи запаковали сейчас в новую квартиру привезут и расставят по местам сейчас поднимают нашу кровать наверх ахмед как дела хорошо что делаешь на и персун 4-ти кефта очки все очень вкусно так продолжаем дальше постепенно выгружает наши вещи ребята наверху их выносят и будут монтировать ахан здесь как она как дела вот ребята так выгружает нашу кровать вот так вот выглядит сама платформа и сейчас ее будут опускать закрываешь отвязывать открыли сейчас будут загружать опять кое-какие вещи я думаю что шкафы потому что осталось два шкафа и и макияжный столик сейчас загружают зеркала кое-какие части кровати стул и стеклянные полки в шкафу так плотно не подошел лифт и ребята его держат встал на место вот так вот выглядит сейчас одна из комнат потому что все вот эти вот вещи пойдут в гардеробную и сейчас друзья мои я вам покажу что у нас здесь на балконе с балкона у нас открывается днем такой интересный вид на дорогу море в той стороне раньше мы жили вот если вы видите желтый дом вот с той стороны а а вечером отсюда открывается очень-очень классный вид на крепость но сейчас от дороги шумно но днем нас дома не бывает поэтому не страшно и ночью совершенная шум этот не слышим вот такой вот вид открывается с этой стороны если мы выйдем с другой стороны на балкон то здесь днем очень прохладно дует ветерок и открывается вид на горы поэтому спальня у нас с этой стороны и очень прохладно летом не будет жарко здесь мы поставим кресло качалки в общем будет очень классно ну и конечно же теперь самое время ходить гулять потому что мы еще ближе еще ближе природе находимся вот такой вот у нас интерес когда вы приезжаете в аланию где вы любите останавливаться напишите обязательно в комментариях и если у вас есть квартира в алании тоже напишите где вы живете ближе к морю ближе к горам если говорить о себе то когда я приехала в аланию в 2010 году я жила в махмутларе прямо на первой линии потом постепенно я уж и переехала на вторую линию потом переехала еще в одну квартиру ну жила на второй линии потом мы жили в тосмуре это уже была не вторая линия а резиденция риверсайт по моему она называлась ну еще ближе горам бли ближе к дымчаю и три года или четыре года назад мы переехали в центр алании и у нас офис находился прям в том же доме где и квартира на на нулевом этаже был офис на первом этаже была квартира потом мы переехали офис переверь переехал у нас на джума пазары кстати в этом офисе многие из вас были в центр алании и вот спустя четыре года из практически центра алании мы переехали ближе ближе к горам поэтому я думаю что если мы переедем еще раз то мы переедем куда-нибудь вообще в горы потому что летом там очень прохладно классно и много зелени вот так вот друзья меняются наши приоритеты но мне кажется ближе горам жить не знаю прохладнее по спокойнее может быть поэтому на этот раз мы переехали в эту квартиру и еще дальше ближе горам лет через пять мы точно переедем но уже наверное в частный в частный дом поэтому будем думать будем смотреть и вы конечно же без же обязательно напишите в комментарии когда вы в алании где вы живете а вот такой вид у нас открывается ночью на самом деле достаточно прохладно сегодня вечером но это даже хорошо потому что не будет жарко даже лет наступил очередной день май месяц сегодня шестое число и друзья погода очень переменчивая вчера было очень тепло прям жарко а сейчас мы едем и такой достаточно холодный ветер и такое ощущение что скоро даже начнется дождь в общем едем в офис переехали но работать работать тоже нужно недалеко от центра находится парк с батутами если у вас детки в описании к видео оставлю ссылку но сейчас мы проезжаем мимо самого обычного спального района недалеко от центра аланьи здесь также есть магазинчике всякие лавки и старый дом который к сожалению разрушен и ну еще можно конечно отреставрировать но навряд ли и уже очень много лет не реставрировать вы видите на деревьях оранжевые фрукты такие небольшие ягоды даже муж мула наступает наступает сезон мушмула она очень вкусная и сладкая на рынке тоже продается но мы обычно берем садовик обычный спальный район где даже есть свои курятники есть старые дома новые дома в общем вот такая вот погода у нас сейчас и вот и вот и вот и вот и вот и вот мы уже на пятничном рынке сегодня у нас второй день какой день вторник сегодня у нас вторник скорее бы уже был рынок потому что очень хочется свежей клубники да и кстати фрукты и овощи вы можете купить когда нет рынка вы можете купить в местных лавках где продают только фрукты и овощи или каких-то магазинах все дорогие друзья я наконец-то в офисе знаете почему наконец-то потому что с этим переездом честное слово давно уже в офисе не была сегодня целый день буду работать вроде бы распогаживается у нас но ветерок такой еще достаточно прохладный ну хорошо скоро начнется жаркое жаркое лето и мы будем все плавится здесь под аланинским солнцем поэтому сейчас наслаждаемся такой прохладной погодой как я уже сказала нужно входить в обычный рабочий ритм и знаете за время переезда что случилось у меня просто умер телефон батарейка либо от старости он уже умер я не знаю но вставляли новую батарейку в общем он не заряжался не включался и несколько дней я была без телефона пока не купила новый дальше дальше сломался у нас холодильник когда мы переезжали сломался сломалась у нас в общем все в старой квартире что у нас было из бытовой техники мы с собой взяли только стиральную машину потому что она работает холодильник буквально за ну примерно за неделю до переезда морозилка морозит а сам холодильник не работает представляете сейчас поехали купили новый холодильник вечером привезут вот что мне очень нравится здесь буквально за пару часов тебе все привезут причем в очень многих магазинах доставка входит в цену ну по крайней мере мы так покупаем что доставка у нас всегда входит в цену можно приобрести и новые вещи можно приобрести технику например уже использованы но с гарантией например я так купила себе телефон какой хотела вот например самсунг ноут пятый для меня было очень важно чтобы телефон был непосредственно с стилосом потому что я постоянно рисую что-то исправляю но покупать новый самсунг за 7000 лир нет друзья это слишком дорого ну и совершенно бессмысленно поэтому я купила и представляете этот телефон даже на гарантии отлично работать никаких проблем поэтому всегда смотрите условия когда вы покупаете в магазинах но особенно те кто проживает в турции смотрите условия приобретения товаров в магазинах магазинах и так далее ну что я готова к очередному рабочему дню сегодня будет очень насыщенный день поэтому надо сконцентрироваться сейчас придет айхан и будем работать а вам желаю хорошей рабочей недели хороших выходных в общем когда вы смотрите это видео я не знаю но желаю вам всего хорошего ну и конечно же встретимся в новых видео и добро пожаловать в Аланию и конечно же в наш офис в описании к каналу не к видео а в информации о канале есть ссылка на наш офис если вы хотите к нам прийти пишите в группу в фейсбуке я тогда вам отвечу когда мы бываем в офисе и уже тогда обязательно увидимся всем всего хорошего пока пока пока